Библейский портал экзегет.ру представляет Чудо исцеления расслабленного, которого четверо приносят на своих носилках. Город свой здесь уже называется Капернаум. Расслабленного приносят четверо, но видя то, что нельзя подойти ко Христу, поскольку Он находился в доме и был окружен очень большим количеством людей, эти люди решают поступить как? Залезть на крышу, разобрать ее и через крышу спустить к ногам Иисуса расслабленного человека. Они идут, конечно, на нарушение, по крайней мере, человеческого благочиния. Они наносят материальный ущерб дому хозяину, в котором находился Христос. По всей вероятности, мы должны допустить, что люди, которые окружали Иисуса, которые стояли на улице, должны были негодовать на этих людей. Может быть, кричать, гневаться, может быть, кто-то смеялся, как поступают эти люди. Но мы видим, и это очень важно. Им все равно, что скажут о них люди. Им самое главное, что скажет, что подумает о них Христос. И в данном случае Господь прославляет их поступок, именно устремление ко Христу и говорит, дерзай чадо, прощаются тебе грехи твои. Но здесь нам открывается очень важный момент. По делам одних прощаются грехи другому человеку. И в данном случае мы можем поставить вопрос, при каких условиях? Ну вот, при условиях, по всей вероятности, чего? Того, что сам человек, за которого просят, в данном случае здесь расслабленный, это могут быть наши родственники, не препятствует тому, чтобы Христос совершил над ними какие-то действия. Наверное, расслабленный, если бы не хотел, чтобы быть исцеленным от Христа, он бы не сказал, чтобы его друзья поступили с ним именно так. Но некоторые из книжников сказали, в себе он богохульствует. Что значит богохульствует? Ну, дело в том, что, конечно, фарисеи, книжники знали, что грехи может прощать только Бог. А Христос говорит, от себя прощаются тебе грехи свои. Господь пользуется здесь опять помышлениями, здесь Христос пользуется опять же словами других людей. Евангелие, правда, замечает, что Иисус, видя помышления их, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваше. Святитель Азлатоуст, рассматривая эти слова, говорит, что здесь Господь являет свое богосновство, свое равночестие с Богом Отцом, поскольку Он ведает мысли сердечные. На самом деле, ведь по учению Церкви, по учению Божественного Откровения, наши помыслы, наши мысли знает только Бог и никто, больше ни ангелы, ни бесы. А поскольку Христос видит помышления в сердцах этих людей, то значит, Он свидетельствует о себе, именно как о равночестном с Богом. И вот что легче сказать, спрашивает Христос этих людей, прощаются тебе грехи или сказать, встань и ходи? Конечно, по логике вещей мы должны здесь рассуждать как? Поскольку душа выше тела, то, естественно, и душу сложнее исцелить, чем тело. Но поскольку душа невидима, а тело видимо, то Христос предлагает здесь именно исцелить тело. Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, Он говорит Расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Конечно, исцеление Расслабленного, совершенное перед глазами, было очевидным явлением, очевидным действием благодати Божественной, которая изливалась из Христа. Но это было подтверждением и свидетельством того, что и грехи Расслабленному человеку были прощены. Он встал, взял постель свою и пошел в дом твой. Но, с другой стороны, Церковь, обращая внимание на это событие, говорит нам еще в одном очень важном аспекте. Говорит о том, что для того, чтобы бороться с какой бы то ни было болезнью, нужно обязательно еще и человеку очиститься от грехов. Это является очень важным условием, потому что, опять же, по учению Церкви, грехи являются источником какой бы то ни было болезни. Грех – это болезнь души, болезнь духа. И эта болезнь проявляется в телесном виде, в виде какой-то физической, физиологической болезни. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеку. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною. И он встал и последовал за ним. Этот девятый стих говорит нам о призвании апостола и евангелиста будущего Матфея. Но примечательно, что по Евангелиям от Марка, это Евангелие от Луки, призванный называется Леви. Именно отсюда мы говорим, что апостол, призванный бывший мытарь, имел два имени – Матфей и Левий. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытарьи и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то фарисеи, сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками. Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Наверное, здесь являются важными слова «пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Вообще, вот эти слова «милости хочу, а не жертвы» находятся в книге пророка Осии. Но поскольку голос пророческий – это голос Божий, мы можем сказать, что сам Бог говорит «я хочу милости от человека», а не принесения каких бы то ни было жертв. Жертв, которые приносятся безразлично по отношению к тому, какое у тебя сердце – оскверненное или не оскверненное. И вот в данном случае Христос ссылается на голос Божий или на пророку Осии, свидетельствуя о том, что фарисеи, которые обвиняют его в том, что он ест с мытарями и грешниками, по сути дела сами не знают Писания, сами не понимают в духе истину, которую открывает им Бог через Слово Божие. Конечно, фарисеи очень соблазнялись. Почему? Потому что мытари, потому что грешники, а грешниками традиционно назывались блудники, потому что мытари и грешники – это были те, с кем общение, наверное, было категорически запрещено у фарисеев, потому что они считали себя праведниками, и общение с грешниками должно было им их осквернить. А оскверненный человек разве может общаться с Богом? И вот они ставят на вид Христу именно этот момент. Если ты Мессия, если ты воплощение закона, который говорит постоянно о святости и о чистоте, как же ты можешь вступать в контакт с мытарями и грешниками? А Господь здесь их вопрос переворачивает, по сути дела, с головы на ноги и говорит, что не вы меня должны обвинять, а я вас должен обвинять. Я, как истинный спаситель и как истинный исцелитель, для того и пришел, чтобы людей грешных сделать праведных. Разве не в этом заключается суть закона, который предписывал человеку исполнять заповедь для того, чтобы стать праведным, для того, чтобы наследовать спасение. Но после того, когда Господь здесь доказал фарисеям то, что они не знают закона, а не он поступает неправильно, они привлекают учеников Иоанновых, и ученики Иоанновых говорят Христу, почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришит и отделет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливает в новые мехи, и сберегается и то, и другое. Вот это, по сути дела, вторая часть беседы, которую начинают ученики Иоанновы, согласно Евангелию от Матфея. Они говорят Христу, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся? По всей вероятности, их раздражало то, что ученики не соблюдали каких-то определенных постов, которые были в традиции у учеников Иоанновых и учеников фарисеевых. И если ученики Христова называли Христа своим учеником, он должен был им дать тоже какой-то свой особый пост. Христос отвечает на этот вопрос очень приточно, и, наверное, очень поэтично. Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется жених, тогда постятся. Но важно здесь и другое. Толкователь обращает внимание на то, что Христос отвечает ученикам Иоанновым тем образом, который был введен в свое время не им Христом, а их Учителем, то есть Иоанном Крестителем. В свое время, когда на берегах Иордана Иоанн крестил, то он уподоблял себя другу жениха, с которым должна свидеться невеста. И поэтому вот здесь Христос, пользуясь этим образом, говорит, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но дальше, по сути дела, свидетельствует о том, что придут дни, когда поститься будут и его ученики. И обозначает это именно так. Когда дни придут, когда отнимется, у них жених, и тогда будут поститься. Но в данном случае эти слова можно понимать и еще более категорично. Христос как бы так говорит ученикам Иоанновым и фарисеям, «Вы думаете, что вы поститесь?» На самом деле ваш пост не имеет ничего общего с истинным постом. Истинный пост – это когда человек имеет такие чувствования, которые можно уподобить именно тому, что из твоей жизни исчезает жених или невеста. И ты приходишь в такое состояние, когда не хочешь ни есть, ни пить. Тебе все равно, что будет с тобой. Ты хочешь только одного, чтобы с тобой был жених. А дальше Христос добавляет о том, что никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришит и отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. И вот эти приточные образы, в том числе и о молодом вине, и о ветхих мехах. Ну, наверное, самое важное здесь – понять, к кому Христос относит эти слова. И по мнению большинства толкователей, они относятся именно к его ученикам. На данный момент, когда сейчас они на этой трапезе находятся в доме апостола Матфея со Христом, они уподобляются еще именно ветхой одежде. Они уподобляются ветхим мехам, которые не готовы принять еще новые. Они должны обновиться духом, как бы так говорит Христос. И тогда действительно они смогут принять вот это новое учение, которое приносит Христос. Новое учение, конечно, здесь можно поставить вопрос, о чем оно, почему Ветхий Завет не смог его принять. Учение о том, что человек спасается через смерть Сына Божия и через свою личную Голгофу. Само по себе ведь понятие «воскресение» из мертвых было закрыто для учеников, было закрыто и для фарисеев, и для учеников Иоанновых. И поэтому Христос не может преждевременно открыть, в том числе даже и своим ученикам. Вот это очень важное учение. И святитель Иоанн Златоуст рассуждаем над этими словами Христовыми о том, что они вливают вина молодого в ветхие мехи. Вино молодое, то есть вино, которое не добродило еще. Влитые в мехи, старые оно, перебраживая, разорвет их, по сути дела говорит о том, что то, что часто меха прорываются, говоря уже о людях, в этом виноваты часто не сами люди, которые приняли слишком высокое учение для себя, а именно те, кто вливает. Именно их поспешность влить во что бы то ни стало, в неподготовленного человека это учение, чаще всего заканчивается крахом. Когда Он говорил им это сие, подошел к Нему некоторый начальник и, кланяясь, говорил Ему, дочь моя теперь умирает, приди, возложи на Нее руку Твою, она будет жива. И встав Иисус, пошел за Ним, и ученики Его, и вот женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды Его. Ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде Его выздоровею. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, дерзая черь, вера Твоя спасла Тебя. Женщина же с того часа стала здоровой. В данном случае здесь начинается повествоваться об одном чуде, а по сути дела продолжается повествование о чуде, другом, связанном с исцелением кровоточивой женщины. Но очень важно здесь, наверное, рассмотреть место, которое обозначено именно так. Женщина, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды Его, ибо говорила сама в себе, если только прикоснусь к краю одежды Его выздоровею. Но дело в том, что женская нечистота, даже в виде вот этой болезни, которая двенадцать лет продолжалась у женщины, она считалась нечистотой. И женщине нельзя было прикасаться абсолютно никому. Она идет на компромисс своего рода, желая прикоснуться только к краю одежды Христовой. По всей вероятности, Господень Хитон был отделан, возможно, какой-то бахромой, которая была с одной стороны и одеждой, но еще и не одеждой. И только прикосновение к ней для нее уже, по сути дела, дает очень желаемый результат, она выздоравливает. Господь спрашивает, кто прикоснулся ко мне. Но, конечно, в данном случае этот вопрос Христа свидетельствует о том, что человек именно с должным расположением, с верой, с доверием к Иисусу, с доверием в то, что он выше справедливости, что он есть само милосердие и не откажет этой женщине, по сути дела спасает ее. Господь не случайно говорит, дерзает, черь вера твоя спасла тебя. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ смятения, сказал им, выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух о всем по всей земле. Но в данном случае здесь повествуется об исцелении дочери Иаира, так называемого, начальника синагоги. Но для нас очень важны слова самого Христа. Девица не умерла, но спит. Смеялись над ним именно по причине того, что расценивали его слова как издевательство над людьми, что свидетельствует о том, что девочка точно умерла. Но слова Христа, что она не умерла, но спит, говорят нам, конечно, о другом. Блаженный Филак здесь подчеркивает. В этих словах, говорит он, мы видим то, что для Христа смерть все равно, что сон. Подобно тому, как нам несложно разбудить спящего, Христу несложно разбудить мертвого. А с другой стороны, говорит Блаженный Филак, Христос научает и нас относиться к смерти, как ко сну. Если мы верим во всемогущество Божие, если мы принимаем его учение о вечной жизни, то тогда, наверное, действительно для верующего человека неважно, сколько он будет спать, семь часов, семь веков, семь тысячелетий, придет Господь и обязательно разбудит. Он всемогущий. И разнесся слух о нем по всей той земле. Когда Иисус ушел оттуда, за ним следовал, двое слепых и кричали, помилуй нас, Иисус, сын Давидов. Когда он пришел в дом, слепые приступили к нему и говорят ему, Иисусу, веруете ли, и говорит им Иисус, веруете ли, что я могу это сделать? Они говорят ему, ей Господи. Тогда он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей будет вам. И открылись глаза их, Иисус строго сказал им, смотрите, чтобы никто не узнал. А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Но в данном случае, здесь, в этом чуде исцеления слепых, мы видим очень важный урок, который дает нам Священное Писание. Господь спрашивает, веруете ли, что я могу это сделать? И только после того, как слепые отвечают, да, верим, Господь исцеляет их, добавляя слова, а по вере вашей да будет вам. Очень важное откровение Священного Писания, откровение о том, что человек является сам участником, сам деятелем того просимого, что он просит перед Богом. И как это ни странно будет звучать, если человек не имеет веры, Господь ничем человеку помочь не сможет. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили, он изгоняет бесов силой князя Бесовского. И ходил Иисус по всем народам и селениям, уча в синагогах и проповеду Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Вот это последнее, пожалуй, чудо по 9 главе, которое мы имеем, свидетельствует нам об очень важном моменте, который происходит здесь уже в первый год общественного служения Христа в народе израильском. Народ начинает принимать в данном случае Иисуса как истинного посланника Божия, как Мессию, как Сына Божия, свидетельствуя уже об очевидном, никогда не бывало такого явления в Израиле. И на фоне этого религиозные вожди, которые должны были бы в первую очередь разглядеть в Иисусе истинного Мессию, озлобляются. И вот именно того, что были нечестивыми людьми, говорят, он изгоняет бесов силу князя Бесовского. Ну вот, в данном случае здесь их озлобление, конечно, свидетельствует о той силе ненависти, которую они имели ко Христу и всеми силами пытались сделать так, чтобы погубить Господа. Но Господь часто удалялся от их гнева, избегая преждевременных опасностей, однако удалялся всегда для того, чтобы все больше и больше селений и весей израильских охватывались его проповедью, ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах их, исцеляя всякую болезнь и немощь в людях.